всем привет меня зовут митчелс это мой друг джи джи это я да 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 в основном все песни слова и музыку пишу я саша играет на гитаре и помогает мне всячески в музыкальных вопросах во всем проявление так а по именем я тут александр саша как угодно также своих руках я известен как джи джи и михаил соответственно это мишелс и об на данный момент у меня выпущен один сольный альбом датируем сентябрем 2019 года это первый альбом так скажем в моей карьере до этого было несколько синглов сейчас мы готовим новый материал просто пушечный взрывной материал мы не только исполнители мы еще и сонграйперы и саунд-продюсеры то есть мы пишем песни для других артистов из недавнего то что было написано для других эта песня мне пох для клавы коки и моргенштерн еще было несколько работ проданных артику асти джиган но на данный момент эти песни пока не вышли мы их не слышали скажем так для но неймов да и поэтому возможно они стрельнут и заявят о себе еще несколько песен битов для ноунеймов мы надеемся что что наши песни их намерение помогут им стать крутыми исполнителями артистами мне помнится музлом я начал заниматься где-то лет 15-16 и просто скачал fl studio тогда себе на компьютер и мне было очень интересно как это работает стихия писал еще там раньше может лет в 14 помню там школе туда-сюда все началось просто дома в спальной комнате попытки писать биты писать песни все это просто детское увлечение переросло реально в смысл жизни не то чтобы там работы заработок денег а реально смысл жизни только только так я живу ты когда сейчас я как раз хотел об этом сказать что изначально у меня я занимался танцами до сих пор танцую да но основной профиль были танцы и мы в принципе так с мишей познакомились пересеклись наши общие интересы наши общие знакомые и на какой-то из вечеринок да когда у нас было в тупать и после очередного фестиваля фестиваля танца где мы выступали да а мы соответственно у нас у нас была туз танцевальная вот после этого я приехал всех бросил была вечеринка я всех бросил мы поехали отдыхать знакомиться более тесно до 5 классно что мы приехали на студию ребята показали свой материал я такой а до этого мы еще пробовали пробовать писать что-то сами и после этого я чуть-чуть отошел но не бросил потому что танец музыка это непосредственно не вместе без этого сто процентов никак и и дальше с миши мы уже начали более тесно общаться это было наше знакомство оно произошло может лет пять назад да то есть мы просто знакомились туда-сюда более плотно ну где-то на пару лет назад опять мы пересеклись на какой-то вечеринке и на той вечеринке была гитара и она попала да 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 не заиграл я такой вау я никогда не слышал чтобы кто-то так круто играл на гитаре в своей жизни я сразу начал петь и мы таки так успелись короче сразу же и с тех пор поймали общий вайп и теперь с этой волной мы как бы до сих пор поэтому вот мы здесь сейчас с вами первое музыкальное выступление мое состоялось в 18 лет я поступил на первый курс в университет переехал в большой город тогда я выпустил песню просто выложил к себе вконтакте и начался период обучения спустя несколько месяцев у нас был день первокурсника то есть в большом актовом зале в универе собрались все и я должен был выступать там со своей песней и так получилось что мой трек разлетелся по вузу и уже его слушали там даже преподаватели знали то есть бывало такое что по общаге еду просто там кто-то начинает петь сзади этот трек так вот я выхожу значит на сцену начинаю петь эту песню и для меня было шоком что люди из зала поют со мной вместе припев и с тех пор я это ощущение ловил наверное пару раз всего чтобы это было настолько знаешь чтобы это прям тебя так до мурашек прям цепануло это было 18 лет а сейчас мне 24 у меня первое выступление именно опять же я повторюсь все началось с танцев это в детском саду а с музыкой вообще познакомился когда я услышал как преподаватель мне был я помню мне было четыре года преподаватель играл на фоно и вот эти вот вибрации слышал эти струны вот и меня зацепило а именно с музыкой я помню шел как-то по улице и пел песню с переводом арабская ночь это аладдин и я такой иду с другом пою пою да 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 пою пою и какой-то бабушка идет прикольный голос это на это внимание не обратил я занимался первое выступление было у меня станции где-то в 4 в 5 лет вот а первое выступление наверное с музыкой с музыкой с музыкой с музыкой но особо я не скажу что на каких-то площадках собрать это был да 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 я был со мной когда когда мы уже повторюсь нашли общий вайп общую волну да только с мишей вот так на первое выступление у нас вместе с джиджи было ну-ка вспомни я это было где-то полтора года назад первый раз в монет тогда да 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 мы пели песни кубики льда который мы сегодня тоже исполняли моя мама учитель русского языка литературы музыкантов моем роду нет так получилось наверное от мамы что-то подчеркнул какую-то любовь к поэзии может быть да и когда писал у себя там в комнате что-то музыку через фл-студио уже начал записывать через микрофон от наушников наступил момент когда мне стало нужно оборудование мне захотелось больше мне захотелось реально записывать музло я сказал маме мам купи мне пожалуйста микрофон звуковую карту туда-сюда вот моя мама поддержала мое увлечение музыкой купила мне я начал этим вплотную заниматься и в принципе мама не всегда разделяла мое увлечение но поддерживала и я ее очень люблю у меня примерно такая же история я занимался всем чем я мог это было все около творческая художественная школа различные какие-то там непонятные штуки предрасположение к тому чтобы меня как-то направляли что-то запрещали ничего полная свобода что хотел то и делал и так я попал в танцы и потом в музыку соответственно отношения с родителями потрясающие хоть мы и живем в разных городах да но мы как бы не далеко друг от друга на праздники там приезжаем в гости общаемся отношения классные тесные так как это и должно быть я считаю у всех потому что семья это самое главное отношение с родителями я бы наверное сказал больше об понимании тем чем я занимаюсь вот так понимание абсолютное полное потому что повторюсь еще раз так как с раннего детства было всевозможной дозволенность всего что я хотел понимание сразу же было чем хочешь тем занимайся пожалуйста да на губах кубики время все расставило по местам а нам теперь осталось только вода я хочу поджечь это один раз и еще один раз и еще один раз и еще один раз и еще один на губах кубики я знаю что ты так же ставишь эти песни соседи просят тише но ты их не слышишь в твоем стакане все сорок ты видишь себя как ребёнка но играешь в эти игры для взрослых тебе говорили что ты вот это с картинки но я по-другому вижу тебя насквозь без фильтров нам кажется сегодня что нам не быть вместе а завтра снова дом и на полу одежда ей дает на губах кубики льда время все расставило по местам время все расставило по местам теперь осталось столько вода я хочу поджечь это один раз и еще один раз и еще один раз и еще один раз и еще один на губах кубики льда дай мне сил найти дорогу домой я простудился надеюсь не тобой нельзя так быстро залечу выходной до дна и на дно а потом кипятком на 220 вольт ты для меня никто я как никто другой и тут вдоль поперед уууу праведу рукой весь я дирижон ты знаешь я дирижон ты знаешь я дирижон ты знаешь что дает на губах кубики льда время все расставило по местам Субтитры создавал DimaTorzok на какой музыке я я в принципе начал я скажу так дышать это фанк музыка эти ломанные биты когда я слушаю даже сейчас даже сейчас находясь на улице где-то меня просто переворачивает я могу делать какие-то непонятные вещи и народ смотрит такую очень происходит такое вообще не то что абстрагируйся просто делает то что я хочу я могу петь я могу танцевать и собираю иногда такие взгляды думаю вот на меня очень сильно повлиял фанк музыка вот так какой же музыки я рос все началось с хип-хопа и r&b вот этот вот я помню был золотой период когда внутрь двухтысячные года там аркели ашер а марион крис браун тогда только появлялся вот эти вот рэперы типа там аля твиста баста римс и так далее вот в общем весь вот этот вот золотой расцвет r&b музыки я застал в детстве еще тогда были вот эти вот 9 проигрыватели туда нужно было диски вставлять и мои родители меня так мотивировали типа чувак если ты за неделю там получишь определенное количество пятерок четверок и так далее то ты можешь в выходные пойти купить себе диск и слушать его соответственно там спустя несколько четвертей я собрал себе всю коллекцию как бы самый крутой r&b музыки и ну я здесь у любил r&b хиты какой она и должна быть классика r&b музыки но и после того как прошла вот этот вся красивая r&b шка пришел фанк ну так скажем это основы наверное уже какие-то более глубокое что-то вывод такой у ты собрал всю студию значит и был отличником супер на данный момент наша российская индустрия музыкальная я думаю переживает самый крутой момент до этого не было такого что такое количество жанров разных исполнителей до могут что-то записать и там буквально с одного трека уж сразу же приобрести свою аудиторию конечно же в топах много шлака но и хорошие песни тоже встречаются меня радует то что очень быстро все развивается если взять запад да то есть там миллион артистов миллион лейблов под лейблами уже появляется саблэйбл и вся вот эта вот движуха вся эта культура уже пришла в россию очень много артистов разных совершенно очень много лейблов и самое крутое на мой взгляд что происходит сейчас у нас в музыкальном бизнесе в россии то что если ты даже не имеешь денег каких-то да но ты имеешь видение и идею музыкальную талант то ты реально можешь идти дальше и приобретать свою аудиторию и становиться каким-то уже реальным исполнителем и зарабатывать на этом кого бы я смог выделить но тут предпочтение вкусов мне нравится творчество очень паши мурашова таких артистов выходцев из крутой искру очень крутой вечеринки а можно называть имена какие-то кто организовывает вечеринки да это ваня на ник ему огромнейший респект ваня 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 ванечка я не забыл про шляпу который тебе обещал когда ты когда ты посмотришь илья киреев вот такого жанра ребята мне нравится более более вокальная я бы хотел выделить из того что попадает в мой плейлист из того что сейчас происходит это ребята с рава мюзик эльман джонни вот особенно андро последние все треки мне очень залетает это это красиво я думаю что материться это в принципе заложено у нас в нашей ментальности да это неотъемлемая часть русской культуры вот например одно слово там если за слово их это может иметь позитивные как раз сразу же и негативный мат в песнях я думаю уместен если это выражает какую-то эмоцию то есть какое-то настроение но не поддерживаю когда злоупотребляют артисты этим когда какие-то забываются художественные приемы и берется просто мат мне не нравится когда слишком много мата и слишком много грязи мне это не нравится мат 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 шах и мат это нужно делать вкусно чтобы это было прям в кассу и еще один момент почему я бы наверное отнесся к этому не очень потому что когда он употребляется люди да а в основном аудитория это наверное ошибаюсь сейчас это дети до подростки они неправильно это воспринимают то есть они не воспринимают это не с тем посылом вот и поэтому наверное можно было бы обойтись без этого но опять же если это какой-то оборот интересный вот то скорее всего да можно еще не такой это интересную аналогию провести то что например песня до творческая это блюдо а мат это как приправа или соль то есть ты можешь к его добавляя зал да ты можешь добавлять это но не переусердство это получится приторно и невкусно радиотелек или я бы ну да интернет телевизор я не смотрю меня в принципе давно его уже исключил смотрю только если там ну просто чтобы побольше чтобы большой экран а так интернет однозначно телевидение давно от него отвык просто очень много информации лишней уже информации и в принципе информации которые мне не интересно я все черпаю посредством интернета там где интернет там телек и радио сразу же автоматом и потрясающая тенденция здорово что сейчас уже как бы нельзя разграничить эти три составляющие да как бы медиапространство потому что то что становится популярным в интернете то показывает по телевизору и крутит по радио а вот то что например раньше там да как-то пытаюсь продвигать по радио в интернете как правило не залетает поэтому интернет и только вам я наблюдаю за западом но и всегда различные премии разделе клипы артистов все шоу и весь контент который я наблюдаю он около творческий постоянно музыка какие-то может быть отчеты с мероприятий выставки и так далее например мне очень интересен формат шоу по студиям один миксера вообще респект диме за то что он делает я очень уважаю его идею это кайф а еще ну конечно же там вот эти вот штучки типа что было дальше развлекалов музыкалити вот эти вот всякие штучки да и что уж там блин говорить пусть на пусть говорят тоже иногда бывает проскальзывает в нашем что опять же это опять же это опять же да когда мы что-то пишем идет какой-то процесс типов давай чуть абстрагирует ну что давай да что было дальше уж но давай и поехал в каких соцсетях сидим но самое популярное vk instagram очень сильно сейчас на очень-очень и очень-очень и очень во всех проявлениях набирает обороты мы уже в тик токе детка может там на самом деле время такое да то есть если ты и артист исполнитель или в целом какой-то медийный человек или ты просто что-то продаешь свое да ты реально обязан сидеть во всех соцсетях вконтакте instagram и tick tock tick tock это очень крутая платформа мне нравится я подсел на тик ток и в 2020 году все побегут в тик ток вот кто еще не побежал они побегут сейчас может даже после этого интервью они побегут в тик ток мы уже прибежали в тик ток мы там расслабляемся отдыхаем приносим какие-то новые идеи отчишки девчонка отдыхаем отдыхаем да все свои чувства я так хотел тебе сказать но время порой мешает сделать так как нам нужно перечеркнуть все и начать заново но ты не услышала слов я хотел кричать но не смог будто бы пуля весом просто ты должна быть со мной и можешь говори все что хочешь я тебя пойму даже молча с тобой сегодня ночью поиграем в любовь я хочу сказать наши слова все изменится скоро чтобы быть здесь не нужен повод мы повторим с тобой все равно я знаю что сделал не так мои ошибки дают мне знать что я не тот и ты не та я так хотел тебе сказать как шо на самом деле но для тебя это игра любовь игра ведь ты не услышала слов я хотел кричать но не смог будто бы пуля весом просто ты должна быть со мной и можешь говорить все что хочешь я тебе пойму даже молча с тобой сегодня ночью поиграем в любовь я хочу сказать три слова все изменится скоро чтобы быть здесь не нужен повод мы повторим с тобой все равно я чтаю что касается политических движений нет я не интересуюсь политикой как таковой но какие-то моменты для меня долетают и это интересно что-то порой узнать новое у меня какой-то такой свой творческий мир и я больше в него погружу погружен я не слежу да прям вот так чтобы вот конкретно новости какие-то до захожу черпаю новость нет 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 это доходит до меня и когда возникает какая-то проблема какой-то какая-то новость до интересуюсь копаясь собираю различные информации посредством опять же интернета я считаю это более трушным более настоящим потому что опять же возвращаясь к тому смотрю ли я телевизор да и предпочтение к интернету были такие случаи то что приходит уже информация из телевизора да например брать ситуации которые происходят где-то до звонить своим знакомым что как там а там на самом деле все по-другому и поэтому углубляться туда очень сильные копаться что там у нас что дальше будет происходить я считаю что смысл нет но знать информацию и как бы копаться в ней это в любом случае какое-то понимание дает развитие тоже то есть незнание вообще это плохо а даже знание лже информация для меня это окей сами вот поправки в конституции слышал что в планах ограничить власть президента да вот это из последнего да я слышал то что мне за 25 и если я не ошибаюсь такой законопроект он был озвучен то что люди не находящиеся в браке с них будет взиматься какой-то налог не помню в каком проценте или четыре процента от дохода официального если я не ошибаюсь а надо самозаняты да я слышал закон про самозанятых как это было то что или нет то что будут снимать процент типа с каждого твоего поступления на карту вот по поэтому будем двигаться другом еще конечно же про материнский капитал да тебе то тебе там в камере тут подсказать или нет нет материнский капитал да я на выборах ни разу не был не был ни разу на выборах но чем я старше становлюсь тем я больше понимаю и принимаю свою ответственность за свою жизнь что я очень надеюсь что реально от нас что-то зависит от граждан да и мы имея свое право голоса можем каким-то образом влиять на ход политических действий в нашей стране я ни разу не был на выборах но я уверен что я их посещу так на выборах я был и опять же черпаю информацию из интернета и смотря вот эти видео как вбрасывают различные бюллетени в огромнейшей количестве до топя за своих там кандидатов я разочаровываюсь и у меня проскальзывается такая такое сомнение а мой голос что-то будет ну как бы он будет решать да я на выборах уже не был не знаю года три наверно четыре вот и из-за этого чуть-чуть задумываясь об этом очень сильно задумываюсь стоит ли это делать или не стоит конечно же я очень переживаю так и так навального смотришь да 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 вот и что вот я не смотрю навального но я смотрю на интересного вещи для и новой информации которые я смотрю да знаешь и меня такой есть как говорит мой хороший друг я делю на 50 и я опять же в не знание информация как быть даже если я знаю не факт что она настоящий вот в чем вот в чем я задумываюсь и понимаю четко возможно что они настоящие все что происходит у нас на выборах блин может быть уже все давно решено а мы ходим как правда вообще все уже решено на самом деле как много вопросов сомали судьба вселенной на миллионы лет вперед уже предрешено поэтому следующий вопрос как ты относишься к судьбе как-то к вселенной она предрешено или ты можешь сам делать окей как-то так что касается принадлежности какой-либо религии не могу себя причислить ни к одной из ныне существующих религий изучал многие религии еще в университете вот но мне ближе по моему нутру верить в то что действительно есть какой-то высший разум который мы никогда не сможем постигнуть своим умом и есть вселенная я ее созерцаю каждый день я верю в силу вселенной я не принадлежу никакой религии несмотря на то что там нет ни по моему желанию я был крещеный до религия это на данный момент вот что я вижу для меня это определенный свод правил которым придерживаются люди да они живут по определенному своду правила то они его нарушают и ходят в заведение до виде например церкви и замаливают свои грехи для меня это для меня это не то я верю высший разум который выше уровня понимания человеческого и все что происходит и то что мы не можем объяснить то что за пределами нашего понимания для меня так можно сказать это бог она проверяла мой ватсап пока я спал я проверял свои очистка святая вата я ушел и где-то через две недели это фи-фи от кого-то залетел и я интересный спортивный ею если ты поднимаешь кэш это не фитнес бэй мой интересный спортивный ею у нас все не слышат стоны да 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 анекдот Я могу летать так, не надо таблеток Моя дорога вверх, 2 и 10 сантиметров, бич Снова будет врать, если слова честа Я знаю, как это бывает Я местный Она любит одно лишь, когда любит ее Любит правду, но опять сама себе врет Она хочет еще, да, она пойдет на все Но ей это недавно О нет, я не святой Да-да, я не святой Я не святой Ты тоже не святой И ты об этом знаешь Я знаю, ты знаешь Ты не святой Да-да, я не святой Ты тоже не святой И ты об этом знаешь Я в свободном плавании По поводу отношений я открыт У меня были отношения, да, они закончились Обоюдно Мои идеальные отношения Доверие Чтобы мои интересы, мое понимание к тому, чем я занимаюсь Чтобы оно никак не конфликтовало с тем человеком С кем я свяжу свою жизнь Сейчас я свободный Абсолютно Хватайте ты парня, блин, пока свободный Да Вот Джи Джи сказал, что он в свободном плавании Я тоже нахожусь в плавании На крепком корабле Мы плывем вместе К общим мечтам, целям Мое сердце занято Мое сердце полно любви У меня есть девушка, которую я очень сильно люблю Подожди, вот здесь должно быть Это круто, круто Опять же, это чувство В жизни каждого человека должна быть любовь Даже если ты свободный человек Любовь должна быть вот здесь вот Вот сердечки Без нее никуда Без нее ни одно блюдо не будет вкусным Как говорил один мой знакомый Главный ингредиент это любовь Любовь Даже я дату помню, блин, ты че? Я просто пытаюсь Посчитай давай Он считает, извини, что тебя переборяло Он считает конкретно уже Я просто считаю, дни, часы Сколько секунд Вот они просто бегут, бегут Год Можно я попробую угадать С 23 февраля познакомились, нет? Вот, а дальше посчитайте Хочу ли я детей? Конечно же хочу Можно я отвечу однозначно Я хочу детей Я хочу детей Я хочу детей Чем больше, тем лучше В идеале было бы пацан и девочка Вот это было прям идеально Чтобы пацан был постарше чуть-чуть Защищал ее, если что, оберегал Это, разумеется, в планах Мои дети должны быть счастливы Должны быть счастливы И должны расти в полной семье Сто процентов Что касается вкалывания в губы В носике Всяких препаратов Для создавания Красивого Я считаю, что естественная красота Конечно же Всегда будет в моде Даже не то, чтобы в моде Всегда будет цениться Естественная красота Но некоторым девушкам Да, то есть, которые Прибегают к использованию Вот этих вот всяких укольчиков И так далее Им это реально идет И они выглядят красиво И поэтому в этом тоже Ничего плохого нет То есть, если это необходимо Если это реально несет Какой-то кайфовый эффект Почему нет? Но есть девушки Которые и без этого Выглядят потрясающе Мое отношение к тому Что девушки прибегают К пластической хирургии Правильно я говорю? Да, правильно терминология сказал? Почему бы и нет? Главное, чтобы нравилось человеку Вот так я скажу Если есть какие-то недостатки физические И если есть возможность Их пофиксить Почему бы это не сделать? Мы живем, блин, в современном мире В том мире, когда Есть хорошие возможности Косметологии, медицины Для того, чтобы сделать себя Еще более лучшей версии себя Почему бы это не сделать? Но, есть момент, когда Перебор в натуре Вот когда в натуре перебор Это накипело уже Я слышу напряжение в тебе Это дичь Я бы еще добавил Люди же занимаются спортом Да, хотят себе красивую фигуру В плане, например, там Подкачаться, как-то, да Что-то улучшить Вот, и я к этому отношусь так же В моем окружении есть геи О май гард, был Данила Ты что, крейзи В моем окружении есть геи И я к этому отношусь Сказать, типа, хорошо или плохо Да, нет Я принимаю этих людей Да, в смысле, что я говорю? Принимаю Это такие же люди Не принимай так сильно Подожди, это такие же люди Для меня, я на это вообще Внимание не обращаю Каждый делает и живет так, как он хочет Главное, чтобы это не пересекало Интересы какие-то, да Чтобы не вызывало дискомфорт У тех людей, с которыми они Соответственно, общаются Ну и там не общаются Я вообще абсолютно толерантно отношусь К ЛГБТ-сообществу Так назовем его, да Я абсолютно убежден, что даже среди геев Могут быть нормальные пацаны А могут быть А могут быть просто, блядь, ну какие-нибудь Такие вот Такие вот, это какие? Ну, такие Творческие планы Творческие планы Дедлайн такой, скажем, у меня личный Два месяца для того, чтобы Уже Выпустить свой материал Не то, что его как бы сделать Да, его уже выпустить Край три месяца Край три месяца Прям, чтобы весной он у меня уже Чтобы его уже могли послушать Вот, долгосрочные планы пока Я, наверное, не буду озвучивать Сто процентов Я вот это самое Вспоминаю себя Несколько лет назад Когда мы еще только там В составе группы там Выпускали первый альбом Мы тоже такие, типа Все, за лето, короче, сделаем альбом Его выпустим Все, вышел альбом где-то через Год и два месяца Джи Джи Скоро начнет выпускать свою сольную музыку Мы вместе над этим работаем И это будет очень круто Что касается моих творческих планов Ну, соответственно, наших Общих, поскольку мы работаем в команде В данный момент готовятся новые материалы И мы готовим новый материал к выпуску В планах на 2020 год Несколько новых синглов Как минимум один клип Выступление Скоро узнаете где Не буду пока раскрывать А также сотрудничество С интересными компаниями Я даже, думаю, можно сказать С одной интересной компанией Называть пока что не буду Но вы скоро обо всем узнаете Вот, так что можете пожелать нам В 2020 году творческих узбеков Все будет хорошо Самое главное в жизни Это семья Для меня Самое главное Так как мы Люди, да Все чувствуют Для меня это чувство И самое главное Так, чувство Потому что человек без чувства Это не человек И самое главное Для меня в отношении Так я нахожусь в кругу людей В отношениях друг к другу Но в моем мире В моем кругу друзей Людей Это доверие Для меня все основывается на доверии Если хоть Возникает хоть один момент Что ты человеку не доверяешь Все рушится Все строится на доверии Я желаю всем Людям, которые слышат Ну это нет Здоровище Окей, здоровище, счастье Здорови, счастье Здорови Я хочу, чтобы публика Публика, которая слушает Непосредственно радиостанции Слушает музыку Где-то черпает Люди, у которых есть уши Я хочу, чтобы они развивались Потому что Если не будут развиваться Творческие То Ту музыку Правильно буду сказать Музыку музыкантов Они будут воспринимать Очень узко Их шоры закрыты То есть Для них это будет дико Для того, чтобы воспринимать Ту музыку То творчество Которые выпускают Музыканты Которые живут этим Простому человеку Который этим не занимается Будет очень тяжело Понять это И поэтому Большая часть артистов Просто она не востребованная У нее очень маленькая аудитория Поэтому Дорогие друзья Пожалуйста Развивайтесь Сесторонне Творчески Не забывайте про это Потому что Все что основано на чувствах А музыка основана На чувствах Частично наверное Да Потому что Без чувств человек Не человек Развивайтесь пожалуйста Развивайтесь творчески Спасибо Что хочется пожелать Всем Зрителям И слушателям Страны ФМ Друзья Будьте Счастливы Занимайтесь Любимыми делами Верьте в себя Несмотря ни на что Если вы не творческий человек То Пусть Наша музыка Или музыка других людей Помогает вам Жить и строить А мы в свою очередь Сделаем все Для того Чтобы наша музыка Помогала вам С улыбкой Идти На работу Или отдыхать Или кайфовать Под нашу музыку Двигаться по жизни Да даже и поплакать Под нашу музыку Бывает полезно Поэтому давайте будем Максимально взаимодействовать И посылать друг другу Вот эти вот Лучи Энергии Правильные вибрации Правильные вибрации Ловите Ловите Чувствуете Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok